здравствуйте друзья мы сегодня на open house пришли вот вы видите этот домик который мы сейчас построю посмотрим его хотят продать за миллион девятьсот тысяч он с февраля на рынке то есть уже там три месяца скинули 50 тысяч недавно он что-то не уходит у них находится это очень близко от океана в городе санта-круз вот там океан вы видите вот буквально там 5-6 домов туда это хорошее такое место туристическое тут люди любят гулять называется pleasure point мы пойдем погуляем и вот в таком вот можно сказать окружении находится этот дом я хочу сказать что окружение может быть не самое лучшее тут вот такие странные есть постройки буквально сараистые очень мы проезжали буквально метров там 100 отсюда была такая комьюнити из mobile home of то вот если вы как бы представляете о чем речь вот вы видите да то есть как бы дом хороший который мы сейчас посмотрим но вокруг тут буквально даже не знаю как назвать так вот соседи такие то друзья идем идем смотреть может быть отсюда зайти сначала давайте мы глянем может быть через калиточку что тут будет вот так дворик тут на самом деле как бы два что ли юнита с одной стороны здесь дом о трех спальнях с другой стороны здесь есть еще студия отдельно стоящие очень интересно тут как бы такой еще лишь там отдельных не проезд есть да ну ка смотрим вот дверь слушать как интересно тут еще улочка так даже ее улочкой назвать нельзя я бы сказал что какое-то техническое что-то хотя нет да гараж смы как интересно гараж а при гараже значит вот там какое-то жилье я честно сказать даже не уверен есть ли у этой улице какое-то название номер свет что ты думаешь вот довольно необычная улочка то как какое впечатление вроде машины стоят вроде тут проезжают люди номера дом номера есть у домов смотри адрес потой да ну что же это тоже подержат от 307 311 тут наверно все таки вот на всю глубину идут пошли света тут ветер немножко мне не хочется снимать на улице чтобы нам не не настучало тут по микрофону я хочу сказать света что совершенно очевидно что там сверху какая-то площадка потому что крыша явно плоская мы смотрели картинки прежде чем сюда поехать и вот там на картинках было ощущение что что-то происходит на крыше может быть зайдем сюда нет есть нет ну давай зайдем так значит давайте я в угол забьюсь тут какая-то кроватка я забьюсь в угол потолок невысокий свет как ты считаешь если я рукой дотянусь до потолка сколько это этого и меньше вас вообще здесь низенькая что туда и высокая но что мы видим тут есть тут есть даже не знаю вот что это свет нет нет посередине она были странно выглядит тем не менее есть кухня есть кухонь к с холодильничком такое ощущение что она как бы даже новенькая не или под почти почти нового да это десятилетний дом подав по возрасту своему то есть может быть она просто не успела еще сильно состарится в пыльные очень цвет пообороте внимание вот-вот-вот посмотри на стенке они пыльные ну идем хорошо и так маленький туалетик давай мы его посмотрим друзья мы смотрим на маленький туалетик вот он симпатичный хорош хорошо сделан очень симпатичный туалетик вот даже блогеру тут не стыдно в зеркале показаться значит так давай еще раз сообразим куда мы попали есть туалет туалет раз есть кухня 2 кроме кухни и туалета может быть эта штука вперед вы выдвигаете чтобы спать можно было я даже не знаю ну будем считать что это студия да это студия и мы попали в гараж из гаража ну гараж на две машины естественно естественно но как какая связь между студией и гаражом вот объясняет то есть может зачем зачем ему и студии выход гараж ну хорошо пошли сюда значит смотрим тут мусорные баки света скажи людям вот что это за вещь хитро водичку греет даже такой для такого большого дома маленькие а зачем эта труба это что сливает воду если если что то должно произойти чтобы он слил воду сюда какое-то переполнение переполнение перекипение наш гербри горячая вода ладно идем друзья проходим в дом сетик тебе нравится дверки вот такие она вроде не следы почему скажи светочка так здесь должна была бы стоять какая-нибудь стиральная машина одна на другую две я понял потому что подводка и на стиралку и на сушилка место место только на одну поэтому они здесь должны стоять одна над другой и вот розеточки соответственно вот тут вертикальная конструкция так что тут у нас щиток друзья знать как выглядит американский щиток вот так выглядит вот а здесь подписано что чего и так вы его случае с чего будете двигать когда выскочит так какие-то это светина обувь друзья значит так это было бы входом в дом ну-ка давайте посмотрим а что же это это боковой ну да мы здесь уже мы здесь проходили в на ту через через ту калиточку я понял так но здесь мило какая как бы можно сказать верандочки такая так идем а они говорят хочешь зайти обувь с ними хочу я сниму я такой сняли обувь спаленка могу сказать что здесь прохладно так почему-то они закрыли окно как бы там не было какой-нибудь бяки ну-ка давайте посмотрим зачем они его закрыли так ну да в общем то можно понять зачем они его закрыли правда так вот все окна хорошие кроватка замечательно так идем туда это мастер бедрум друзья тут вот умывальник хорошо сделано очень мило все умывальничек тут у нас walk in closet так то есть заходишь там полочки одежда здесь что здесь совершенно симпатичный душ я бы сказал очень мило все знаете когда читаешь описание к этому дому то там она все в таких превосходных таких тонах красках что все там шикарная замечательная обалденная новое там и хорошо сделано все эти как тебе нравится то что в окне иди сюда только иначе тебя несет так ну вот как ты относишься не закрыли его там шторкой а я подумал не зря же они его закрыли шторкой и заглянул так на что я оставлю здесь свой обувь пока пусть лежит друзья продолжаем движение хочу сказать что участок очень вытянутый вот вот основная дверь вот она вот основная дверь вот с улицы бы мы вот там наш машина стоит чугунная такая решетка вот и здесь написано кстати возьмите там то возьмите это значит что еще тут осталось не увиденного не увиденного здесь еще одна комната спальня она маленькая сколько здесь метров девять восемь может быть десять я не знаю небольшая такая так а с этой стороны что они что-то все прячут этот забор несчастный ну хорошо очень вытянутый участок и когда мы на карте вот смотрели четыре с половиной сотки участок да он вроде бы небольшой но и дом из-за этого какой-то вытянутый хотя вот я бы сказал что это комнатка она не неплохая туалет но мне честно нравится как сделал мне нравится дерево очень симпатичная и вот тут мне нравится здесь очень мило вот вот именно качество того как сделано очень хорошим очень приятно туалет как-то без двери оказался это так все но для интересную ну хорошо так движемся дальше видимо нам теперь надо идти наверх значит надо сказать что все дома в которой океана чтобы не загораживать красивый вид на океан очень часто бывает когда все кухни или такого публично общественные места тусовочные места на втором этаже а все остальное на первых то что мы видели обычно бывает на втором основная часть на пиво поскольку мы океан да здесь наоборот и получается такая вещь что вот здесь вот есть вот такие ступеньки и фактически все продукты все 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 нужно вот туда волочить видимо мне придется еще раз разуться света я как чувствовал я как чувствовал ну а я буду тут написано разуться я буду так все друзья пошли красивая картинка мне нравится так вот у нас вид отсюда вот мы на втором этаже собственно это вся площадь дома это все что есть хотя я подозреваю что там еще над гаражом плоское место было так вот у нас соседи вид на соседей очень хороший вид за ними можно наблюдать так пойдем дальше ну что кухня очаровательно честно я бы сказал что здесь очень когда ты здесь находишься видно по сторонам и вот в ту сторону видно но надо сказать что ничего такого не видно чтобы знаете захватывало дух вот там крышка света что скажешь это все что есть наверху больше ничего нет единство что вот есть какая-то плоскость там по сторонам пойдем посмотрим так значит вот мы выходим на улицу а ну тут ключи же это вот над гаражом вот вот это место снизу гараж и тут я бы сказал что есть где развернуться может быть им конечно навесик какой не помешал бы вот вот это техническая улочка которая тут да было мы стоим прямо над гаражом ну вообще отсюда хорошо голубей запускать знаешь так мне кажется вот что-то голубиное присутствует они кстати могли бы это домино развернуть вообще на всю эту наверное нет над гаражом тоже может быть им не разрешили участок маленький до жилая площадь друзья должна быть не больше чем какой-то процент участка земли и я хочу сказать что для участка земли в четыре с половиной сутки этот дом уже довольно большой то есть тут наверное какие-то нормативы щадящие очень так ну что же вот у них тут культурно культурно но не не на что смотреть вот мы смотрим вот сюда да знаете вот сюда смотрим вообще светик как ты как ты скажешь вот мы с тобой люди интеллигентные и можно сказать советского воспитания и вот я вот смотрю на это вот перед нами и у меня нет другого слова как срань и вон там тоже я понимаю я понимаю почему он не ушел за миллион девятьсот потому что вроде и площадь есть и место само по себе но да очень внимательно смотреть что есть вокруг да можно сделать это называется идем туда овербилд как и лишнего настроил до что-то хорошее но в таком месте где все остальное так себе да да и получается что когда люди покупают вот мы например да мы смотрим на это и говорим какого черта да платить там 2 миллиона за то чтобы смотреть вот на эти вот будки да я даже удобно ли это слово вынести в название видео нет конечно неудобно да а хочется хочется поверить там там еще был бы балкончик есть вон с той стороны да друзья приходится сдерживать себя но знаете что тепленько вот тут ходишь по этому камушку ой света ты в таких бахилах замерзла а я хожу босиком друзья и там очень тепленько так вот мы сюда пришли так светлана сейчас подойдет ну тут такой тенечек кованая решетка ты знаешь света я что подумал глядя на эту кованую решетку что насколько я помню это какой-то у тебя был родственник какой-то дедушка твой или прадедушка или прадедушка папа нет это моей мамы дедушка твоей мамы дедушка друзья ее мамы дедушка весь киев коваными оградами революции вот она белая бывает белая сирень я прошла я какая-то она микро микро она пахнет в общем понимаешь как если например сидеть целый день вот тут и пить то это как ну вот это вот перед нами в эти тоже довольно какое-то нагромождение неизвестно чего в этот дом на углу это очень странная архитектура ну в общем друзья мои а вот до океана всего не он там парус идет видите издалека он там парус вот я вам показываю парус воды не видно а парус видно да ну в общем что сказать скажи светик вот эта цена как ты считаешь вот за сколько бы этот дом например ушел бы нормально ты бы его за сколько взяла если бы не стала брать вообще не нужен потому что перестраивать ничего нет в этом месте мне дом вообще не нужен то есть мне он ни за какие деньги не нужно то есть это фактически дом как бы на сдачу да не жить же тут нет почему-то можно жить в доме издавать студию лежит студии давать дом то есть как раз в этом смысле это это все неплохо но просто нужно здесь жить чтобы что-то делать здесь здесь очень пляжное место и нужно себя найти в этом месте вот там сидит с агентом разговаривает мужичок да мужчина у него дом здесь двух блоках отсюда делал ремонт 2003 году перестроил там все и спрашивает сколько там за него можно получить я понял здесь люди живут всю жизнь и как-то вот посмотри вот он шортиках значительная часть людей которые приходят на open house это соседи которым интересно понимаешь как у него вот такой пляжный вид и он себя нашел здесь чем на пляже даже наша часть санта-крус она более такая как бы деловая да на близко здесь более пляжные и курортные но вот эта часть конкретно вот это 34 улице которая вот у нас сейчас слева может быть до 33 даже не знаю которая такая странная здесь довольно вшивенько вот пару кварталов отсюда там гораздо приличнее это и вот я тебе вот считается pleasure point и такое место вот мне наш берег океана у нас там чем чем здесь новый скрип подороже будет место где у нас находится дом он более такой серьезный и в чем разница дело в том что здесь очень большой пляж здесь абсолютно пляжное место здесь метров 200 песка где-то там вот 200 метров где-то там был дыхается океан пойдем сейчас на пляж сходим тут рядом как гуляешь что как бы не на океане гуляешь а среди голых тушек пойдем спросим у агента почем все это сдается и сходим на пляж ну что друзья вот мы сейчас пройдемся до океана сколько тут 5-6 домов светочка твое впечатление общее вот от того что мы видели ну понимаешь как вот агент тоже он немножко пытался схитрить когда ты его спросил вот как сравнить этот район с северной части там где мы это дело в том что северная часть города подороже будет чем здесь и это видно по постройкам по качеству этих построек да и у нас действительно по приличии на матом тоже бывают какие-то избушки но это не так типично ну уж вот таких вот совсем слабеньких ты нет я его спросил я ребятам расскажу я его спросил за сколько сдается это все так рентал валью и он сказал что дом основной сдавался за пять с половиной тысяч можете представить это неплохо свет за 5 тысяч а студию студию они не сдавали на постоянной основе а сдавали на airbnb за 150 долларов 115 115 долларов в ночь вот так действительно в этом есть какая-то пляжность мне это напоминает знаешь как в нашем молодые годы мы ездили там в алушту в ялту там куда-то вот пришел мужчина в этих плавательных шортиках тоже который купаются то есть грубо говоря здесь народ очень специфический здесь очень много людей которые именно у воды с досками со всеми делами на наших глазах несколько соседей сразу зашли туда а люди идут там поток людей постоянно соседи идут в основном собаками им интересно почем дом там красивый